В этом видео мы с вами изучаем ситуацию, которая сегодня была утром. Давайте посмотрим короткий ролик, а потом уже подробно все разберем. Поехали. Я продал доллар-иену 156.100 и продал двумя позициями. Первый тейк-профит я забрал на поддержке 155.950. И вторая позиция. Видите, стоп уже в безубытке. И дальше я потихоньку-потихоньку двигаю стоп по черным точкам, то есть за черными точками волатильности. Соответственно, если будет большое падение, я смогу поймать еще более крупный профит. Итого, здесь я взял 750 долларов и здесь мы заберем почти 3000 долларов суммарно по всем счетам. Сейчас я все объясню, если вы новенький трейдер, не до конца понимаете, что значит низко позиций, что значит короткий стоп и вообще почему доллар-иена, почему этот рынок. Сегодня я решил торговать. Все это мы разберем прямо сейчас. И начнем мы с самого главного. Первое – это как мы отбираем рынок. То есть первое – как отбираем рынок. То есть как я понимаю, что я торгую доллар-иену, например. Я использую роботы-советники. Робот-советник. Тренд-сканер. Он объединяет информацию с нескольких разных таймфреймов. То есть он смотрит М1, минутку, М5, М30 и также он смотрит предыдущий день. И здесь он на каждом таймфрейме ищет определенный сигнал, определенную ситуацию. И когда на минутке, скажем, на минутке у нас плюс, то есть совпало то, что нужно. На пятиминутке совпало, на тридцати минутке совпало, здесь совпало, равно он показывает сигнал. Например, доллар-иена-селл. Почему? Потому что на минутке селл, на пятиминутке селл, на тридцати минутке селл, предыдущий день селл. То есть там заложен определенный алгоритм, который автоматически мониторит вот эти все символы, которые есть в обзоре рынка. И когда находит совпадение, сразу показывает. Таким образом мы получаем информацию со всех ближайших и важных для нас таймфреймов. Это называется еще несколько экранов. Но мы сами этого не делаем. Почему? Потому что это делает робот. И благодаря роботу мы можем охватить гораздо больше рынков, чем если бы мы торговали руками. Чем если бы мы эти ситуации искали руками. Потому что в моменте посмотреть на минутку, на пятиминутку, на тридцати минутку, предыдущий день и понять, что вот они, все критерии совпали, вот она самая идеальная ситуация. Потому что лучшие сделки, это сделки, когда мы объединяем информацию с разных таймфреймов, а не когда у нас тупо минутка и вот мы смотрим на него. Робот помогает охватить больше, то есть масштаб. И вот он проанализировал минутку, пятиминутку, тридцати минутку. И как вы видели в коротком ролике, он показал сигнал. И это все вот в этой таблице. Тренд сканер. Вот здесь мы видим готовую ситуацию для торговли. Сейчас уже нет, потому что сигнал уже не актуален. Он приходит в моменте и мы торгуем в моменте на минутном графике. То есть наш рабочий М1 с этого таймфрейма, с пяти минутки, с тридцати минутки, с предыдущего дня, все это собирается в одно. Теперь это что касается, как мы отбираем рынок. Теперь как мы этот рынок торгуем. Как торгуем. Торгуем. То есть мы определились с отбором. Теперь мы говорим, как мы его торгуем. Торгуем мы очень просто. Мы торгуем на коррекции. Когда мы смотрим на график после сигнала тренд сканера, у нас всегда будет одна и та же картина. У нас будет импульс, если на сел вниз. И мы ждем, когда произойдет коррекция. Коррекция к черным точкам волатильности. Когда происходит коррекция к черным точкам волатильности, вот в этой зоне, мы ждем подтверждающий сигнал. И это не что иное, как ценовой паттерн. Вот, скажем, у нас здесь идут свечи вверх. Цена подходит к точкам волатильности. И мы здесь ждем ценовой паттерн. Какой? Первую свечу красную, которая телом закроется ниже минимум предыдущей свечи. То есть первую нисходящую свечу. И здесь мы открываем сел. То есть мы уже не смотрим на другие таймфреймы. Там все понятно. Мы уже ничего не анализируем. Мы ждем коррекцию и принимаем здесь решение. Все, в моменте. Есть у нас некоторые, скажем так, параметры, на которые можно посмотреть. Но основа задается роботом-советник. Теперь третье. Мы вошли в рынок. Третье. Это стоп-лоссы, тейк-профиты. Риск и мани-менеджмент. Риск и мани-менеджмент. Здесь все очень просто. Здесь все рассчитывает робот-советник. Который называется ATM. ATM. Он рассчитывает объем. Обычно я беру 1-2% на сделку. И потом в процессе добавляю еще объем. А лот робот рассчитает сам. Все. Вот все, что в принципе я делаю. Вот весь мой, скажем так, рабочий диапазон. Моя рабочая зона. Теперь давайте кое-что еще разберем. Если мы увеличим эту ситуацию. Что мы можем еще здесь заметить? Вот рынок пошел на коррекции. Мы можем заметить, что здесь у нас прямо на этом уровне находится круглое значение. 156 ровно. Мы также можем заметить, что это значение совпадает с минимумом вчерашнего дня. То есть это уже не обязательная информация, потому что робот за нас собрал ключевую. Но тем не менее, вы заметите, как я неоднократно говорю, что в хороших сделках все это притягивается. Хорошее притягивает хорошее. И вот такие сделки, они притягивают все условия на селл. Я продаю по вот этому сигналу. Давайте сделаем чуть поближе. Вот он, сигнал на селл. То есть первая свеча, которая телом закроется ниже минимума предыдущей свечи. Либо красная, в моем случае она черная. Но это тоже самое. Один и тот же смысл. Соответственно, здесь селл. Причем селл двумя позициями. Селл на других счетах тоже, потому что сделка идеальна. Стопы короткие. И тейк профит первый. От первой продажи на поддержке. Смотрю налево, вижу слева уровень. Это очень важно. И остаток я закрываю прямо вот здесь. Самая частая проблема внутридневных трейдеров. Они опережают события. То есть они заранее планируют, куда пойдет рынок, где начнется движение. И начинают торговать, например, на пробой уровня. Или просто прыгают в тренд, якобы думая, что вот оно началось движение. То есть когда рынок стоит, ну скажем, вот доллар, иена, он стоит в консолидации. Или там в боковике. И трейдер часто начинает гадать момент, когда произойдет движение. Начинает гадать с точкой входа в рынок. Зачем вы это делаете? Лучше, что вы можете делать, это торговать тогда, когда уже произошло движение. Когда произошел импульс, например, вниз из этой консолидации. И вот тогда вы начинаете работать. Но даже когда трейдер дожидается импульса вниз, вот цена пошла, пошла, у него порой не хватает терпения, и им овладевает FOMO. FOMO – это страх упустить возможность. Fear of missing out. И когда вот это движение большое происходит, ну то есть вот оно пошло, пошло, трейдер не выдерживает и начинает вот здесь, 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 здесь открывать sell, открывать продажи. И что происходит после этого? Очень часто, примерно 70, наверное, процентов случаев начинается коррекция. Более того, продавая здесь, в этой точке, вы получаете огроменный стоп. То есть, если вы, например, здесь продадите, и вот здесь где-нибудь поставите стоп, вас может любым движением на коррекцию вынести. Представляете, какой ваш стоп должен быть, и насколько большой будет ваш тейк-профит. И то, и другое совершенно неинтересно, правда? Потому что не получится хорошего соотношения. И лучше, что вы можете делать в таких ситуациях, терпеливо ждать коррекции, восстановления, когда рынок начнет подниматься. Вот то, что я как раз торговал по доллар-иене. Потому что нет проблемы, если я начну доллар-иену открывать шорт здесь, или здесь, или здесь. Но посмотрите, какой стоп мне надо поставить, чтобы меня не вынесло на коррекции. Ведь я знаю, что после импульса последует коррекция. Куда? К зоне волатильности вот здесь. Это зона продаж. Понимаете? Поэтому вот это очень важно. Первое. Не предвкушать. То есть не предвкушать рынок. Не предвкушать рынок. То есть куда он пойдет вверх-вниз. Это когда он стоит. И потом, когда он пошел, не спешить торговать на пробой. То есть не торговать пробой, когда рынок раскочегарился. То есть дождитесь, когда после пробоя и тренда вот этого импульса наступит пауза, небольшое восстановление. И вот здесь ваш лучший шанс. Вот эта зона – это ваш лучший шанс на сел с очень высокой вероятностью. Но тут вопрос возникает, как эти все критерии, скажем, вот эту ситуацию у меня на М1, как вот эти все критерии соотносятся с М5, что там, с М30, что там, например. Да, или с хай-лоу предыдущего дня. Потому что если информация у меня только на минутки, вот я так узко смотрю, то таких движений дофига внутри дня. И почему именно это движение я должен взять во внимание и, соответственно, торговать. То есть нам нужно объединить информацию, которую мы видим на нашем рабочем графике, с 5-минутным и, возможно, еще с одним таймфреймом, чтобы получить высокий уровень надежности того или иного сигнала до той или иной точки входа в рынок. В общем, вот такое видео. Надеюсь, вам понравилось. Если да, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok